Евгений окончил институт машиностроения, это был еще Ленинград. В 1980 году он поступил в литературный институт имени Горького. Не знаю, что приобрела от этого русская литература, но советское машиностроение точно ничего не потеряло. И в 1993 году Евгений приезжает в Иллинойс, в Урбано-Шампейн, где начинает учиться в аспирантуре и защищает там диссертацию по русской литературе XIX века. Евгений преподавал в Оклахоме, в Колорадо, в Денвере. И с 2018 года он преподает в Вирджинии на кафедре современных и классических языков и литератур Вирджитского политехнического института. Евгений преподавал в Миттлборе на восьминедельной программе и на аспирантской программе. И сегодня он представляет свою седьмую книгу стихов, которая называется «Сестра отчаяния». Евгений представил эту книгу в Даугавпилсе в мае месяце на международной славянской конференции. И я бы хотел зачитать вам строки профессора Анны Станкевич, которые были по поводу этой книги. Сборник «Сестра отчаяния» – самый сложный из всех известных мне поэтических сборников Евгения Сливкина. Эта сложность проявляется и в переплетении многих подчас взаимоисключающих тем и сюжетов, и в прихотливости построения пространственно-временной моделей, и в трагическом мировосприятии лирического героя сборника. Стержневыми образами картины мира «Сестры отчаяния» являются «Родина и смерть». Филологическому уху хочется услышать «Патрия Оуэрте» – «Родина или смерть» – лозунг кубинской революции. Но у Евгения Сливкина именно так – «Родина и смерть». А точнее, «Родина, она же смерть». – Спасибо. Я знаю одну историю, источника ее я не помню, может быть, от Губермана. Один очень известный, в очень узких кругах поэт на старости лет оказался в доме престарелых. И на первом же обеде в столовой он, скинув гордую уже посидевшую и попришевевшую голову, спросил соседку по столу, «Вы знаете, кто я?» И старушка ответила ему беззубой, доброй улыбкой, и сказала, «Нет, я не знаю, но если вы забыли, как вас зовут, спросите дежурную медсестру». Я почему-то говорю, потому что я очень рад оказаться в кругу, где, по-моему, большинство меня все-таки знает, и мне не надо задавать этот вопрос, вы знаете, стоя. А поскольку я вижу много молодых и прекрасных лиц, которые меня не знают, то вот Андрюша прекрасно справился с ролью дежурной медсестры, вернее, медбрата. Еще я хочу сказать, причем начну читать, что я отдаю себе полный отчет в том, что поэтическая традиция в России себя исчерпала, она угасает, это необратимый процесс, и она вряд ли уж когда-нибудь возродится. Вот в одном из недавних трудов, посвященных истории русской поэзии, автор, который, к счастью, не литературовед, не стиховед, а профессиональный историк, он написал, что вот только русская поэзия с 18-20 века будет оправданием существования русского языка перед Богом и оправданием существования даже самой нации. Я совершенно в это не верю, надо сказать. Ну, я не уверен, что русский язык и русская нация нуждаются вообще в оправдании каком-то. во-вторых, кто знает, в каком виде язык и нация будет существовать в ближайшей исторической перспективе. Ну, а если я в это не верю, то возникает вопрос, а почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, и почему я имею сегодня смелость или наглость вот предстать перед вами новой книжкой. Знаете, мне было 15 или 16 лет, и я читал сборник речей нобелевских лауреатов, которые они произносили во время церемонии вручения Нобелевской премии. Ну, вы понимаете, в 15 лет, конечно, мне хотелось представить, а что я скажу, когда мне будут вручать эту премию, не хотелось повторять уже сказанное. Вот. Они, эти лауреаты, много чего умного, конечно, наговорили в этих речах, но ничего и сказано вот как-то меня в мои 15-16 лет тогдашних не затронуло и воображение не разбудило, кроме одной фразы, одной фразы, сказанной, по-моему, пятым, по счету, лауреатом Нобелевской премии, забытым писателем исторических романов, полякам, хотя российским поданным в то время Генриком Сенкевичем. А он сказал очень простую вещь, очень простую. Он сказал, что литература существует для укрепления духа человеческого и больше ни для чего она не нужна. А поэзия все-таки это квинтэссенция литературы, и поэтому она особо нужна для укрепления человеческого духа и, добавлю, для углубления человеческой души. Поэтому для меня лично, для меня совершенно не важно, что традиция поэзии в России угасает, что она уходит из поля общественного и читательского внимания. Для меня важно, что до сих пор существуют люди, слух которых восприимчив к поэтической речи. И пока существует русский язык, в каком виде он не существовал, писать стихи необходимо. Вот как древние греки говорили, плавать по морю необходимо. Понимаете, плавать по морю необходимо просто потому, что оно есть, что оно рядом, что оно шумит, плюется. Ну, вот и все. А теперь я начну читать из книжки. Доктор, не только при каждом свидании, даже на очень большом расстоянии, я задыхаюсь от дыма Отечества. Это не лечится, это не лечится. Доктор, страдая от мании странная, кажется, будто в меня иностранная, заслана центром душа, как разведчица. Это не лечится, это не лечится. Доктор, не дайте больному отчаяться, чем человек все же определяется, существованием или сознанием. Кровопусканием, кровопусканием. Здесь вам, как сказал помком взвода, не тут, и родиной что-то другое зовут. И мерзнет всю ночь на ветру оголен, в саду возле площади вечный огонь. Здесь между живыми разброд и разлад, и в братских могилах не братья лежат. Все выше флаги, музыка все громче, не разберешь, где дети, где отцы. Плывет через Урал великий кормчий, плывет Чапаев поперек Янцзы. И, кажется, совсем не так уж плоски, на фоне откровенной чепухи Шикль-Грубера, пейзажные наброски и Джугашвили складные стихи. Бегство Музыкант 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 Прохождение военной техники Орудий, самоходная орда, под гул моторов двигаются танки, рыдает марш, как будто две славянки прощаются друг с другом навсегда. Музыкант Сохнут слезы женские и девичьи, листья осыпаются свинков, прячутся Иванушки-царевичи, за спиной Иванов-дураков. Широко раскинулась трёхклятая, до небес вздымая сладкий дым, золотое царство тридевятая. Зеркальце Скажи, что станет с ним? Зеркальце Таит слова ответные Утешать не хочет нас враньём Ничего, кощевшки бессмертные Мы вас всех ещё переживём Воснецов Курганы Степь полупустыня Богатырей Триумфират Куда так пристально глядят Илья, Алёша и Добрыня Они стоят, как обелиски В степи им не на что смотреть Но на заставе Богатырской Тому, кто отвернётся Смерть Одна девятая Прекрасная и жутковатая Ещё не ставшая пустой Земной щиты Одна девятая Та, что была одной шестой Какой-то силой в мысли вжатая Невероятная страна Так над водой Одна девятая Громады айсберга Видна Плывёт Овеянная Инием Мерцающая, как Табас Но то, что ниже В атерлинии Загадочнее В восемь раз Несчастный случай Я обычно одно стихотворение Включаю в новую книжку Из предыдущих Из предыдущей книжки Одно, которое я выбираю Вот я выбрал это Несчастный случай Сжимая рты И хмуря брови Стояли слесари Без смеха И расплывалась Лужа крови На плитах Сборочного цеха В неё Уверенно И быстро Всей выливающейся Массой Из опрокинутой Канистры Машинное Втекало Масло Начальник смены В протокольном Листе Корябал Аккуратно Я вспомнил На экране Школьном Дрожащий Кадр А в кадре Карта Проектор Ламповый В азарте Трещал В потёмках Кинозала Густое Чёрное По карте Неудержимо Наползало Оно В стремлении Всевластном Само себя Несло На вынос Потом Слилось С густым Красным На Волге И остановилось На кладбище Варшавских Повстанцев На повстанческом Кладбище Надпись На чужом Прозвучало На нашем Уложившись В трёхстопный Анапест Лейтенант Красной Армии Саша Без труда Она Переводима А другие Не перетал Мачиш На могилах Бойцов Псевдонимы Зоська Вилли Парасаль И Матяш Лейтенант Красной Армии Саша В оседающем Пепле И дыме Без фамилии Павшей И спасшей Красной Армии Честное Имя Беглый Лагерник Прежнее звание Он в подполье Носил Не позоря Пусть над этой Плитою Славяне Старый спор Меж собою Доспорят Обгорелый Растерзанный Страшный Он Встаёт С автоматом На шее Лейтенант Красной Армии Саша Как мой батя Дошедший До шпрея Однополчане Они смеялись Водку пили Пирог Встречали На ура И жон шутя Производили В почётные Ефрейтора Я с детства Помню Тесно сжатых В застолье В праздник Всех живых Весёлых Гвардии Сержантов И офицеров Боевых Они Огонь прошли Не тужась Карьеру сделать На войне И если Вспоминали Ужас То лишь С собой Наедине Попёртый Вон Из генералов За то, что всех их уберёг Полковник Там под звон Бокалов Спокойно Доедал Пирог Барабанщик Он тощим был Как рыбий хрящик И зорю бил Кончай Привал Под старость Юный Барабанщик Раздался Вширь И крепко Спал И храпака Во все регистры Давал он С присвистом В ноздре А малолетние Фашисты Гоняли Мячик Во дворе Он мог бы С ними Разобраться Чтоб не Борзела Детвора Но он решил Не просыпаться И даже Не перевора Старому Нахимовцу Сергею Каковкин Как будто Удары Нунчаков Звучали Остонущий Борт Расстрельный Крейсер Очаков В тюремный Доставили Порт Отчаянно Крепость Плевалась Огнем Перелет Недолет Мятежный Линкор Петропавловск Врастал В окровавленный Лед Наш гордый Варяг Так не сдается Хоть дело Пожалуй Что швах Спокойно На всех Броненосах И тихо На всех Крейсерах Исчерпаны Напрочь Резервы Что было То было Вообще И прежние Жирные черви Клубятся В матросском Борще Сердце Закаляется Кровью Обливается Вырастет Здоровым Ко всему Готовым Что ж оно Дорожит в груди Затевая Прятки С тем Что видит Впереди И ныряет В пятки Нет ни силы В нем Ни воли Только жалость Лишь одна От природы хвор Что ли Или кровь нехладна Душа моя Мобилизована Была Мне снилось Без возврата Легко Откликнулась На зов Она Нездешнего Военкомата В своем Задумчивом Достоинстве Ничуть Не понеся Урона Она Сгодилась В светлом Воинстве На должность Рядового Дрона Не помню В муравуле В небе Ли Душа Стремилась К темной цели Которой Услуживой Не было Пока она Держалась В теле В карманном словаре Волшебных слов Найдется слово Швеция Недаром Мы не ценили Сельму Лагерлёв Мы выросли С Аркадием Гайдаром Вождь лысый И картавый Вождь Рябой Вождь лысый С шевелюрой Снова лысый Хотелось пить Из чашки Голубой Но серые Её Разбили крысы И как случилось Что судьбой Забыт Тот барабанщик В пионерской Блузе А мальчик Нильс По-прежнему Летит В Лапландию На белоснежном Гусь Картина Тут внизу Если вы заметили Репродукция одна Висит Сергею Гомлевскому Любите живопись Поэты Особенно Соцреализм В лучах Струящегося Света Он сопрягает Даль и Близь Так на картине У Дейнеки Светло прописан Дальний план И смотрят Мальчики Реднеки Спиною к нам На гидроплан Любите их Завороженных Танкист Разведчик И пилот Никто из них До лет Преклонных Как Микоян Не доживет Из истории СССР Мало ли кого подсунут Не устроишь всем проверку Запускали на трибуну Надувную пионерку Из резины зарубежной Чтоб не сохло и не мокло Целовал девчонку Брежнев До него Никита чмокал Все равно она сдувалась Хоть стояли на готове И куда-то подевалась При генсеке Горбачеве Много раз ее латали За границею И сами Говоря Проклятый Сталин Проколол ее усами Чувство локтя Чувство локтя Нет, он не изводил учителей Но в классе по особому заказу Любому мог отвесить кренделей Со мной курил и в глаз не дал ни разу Однажды мы поспорили с ним про Не помню что И фотку мне не портя Меня он локтем двинул Под ребро И понял я Что значит чувство локтя Оно крепчало в годы перемен И после разрослось В игре без правил До чувства двух локтей И двух колен Когда на них тот шкет Страну поставил Смерть тираном На фоне безмятежной синие Не зависая ни на миг Кружит фарфало Муссолини Летает Гитлер Шметерлинг Страдая от ножных отеков Но притворяясь бодрячком За ними гонится на боков С дырявым розовым сачком Парк Победы Грунт и снег Под ногой в перемешку Словно здесь разорвался снаряд Как обрубки живых На тележках Бюсты мертвых На тумбах стоят С честью сгинули И не жалеях Разошелся давно уже дым На заляпанных грязью Аллеях Хватит места и многим другим Парк Победы Концлагерь природы Знаменит был сопливой шпаной И не раз в пионерские годы Проходил я помятым сквозь строй А еще Индивея в морозы Будто прорубь узрела во льду Тут пловчиха из цинковой бронзы Наклоняется грудью к пруду Ей бывало паже хорошенько Стукнешь палкой И послышится гул В этой луже Приятель мой Женька По дороге домой Утонул Здесь теперь Осветили церквушку И взялись за работу всерьез Парк Победы Закрыт на просушку От смешавшихся крови и слез Литература Твоё гадание Шатнулась лира Сдулась марка Надулся франк Ну вот-вот лопнет Ах эти пьяницы Ремарка Блуждающие по Европе Стучат в вагонные колеса Огни столиц горят зловеще Без коньяка и кальвадоса Ещё труднее, чем без женщин Нет, женщины не обделяли Их помнящих не понаслышке Допросы в пыточном подвале И лагерей кривые вышки Но им за всё пережитое Ещё одна светила ходка Их пассий тратила чахотка Кончались визы и спиртное Загнуться от тоски и блуда Легко во время пандемии Вернулись, не поймёшь откуда Бездомцы Эриха Марии Опять в Европе пополненья Спасаясь от стыда и боли Непоротое поколенье Не хочет, чтоб его пороли Если век прождать у реки Проплывёт по ней труп врага Говорили мне старики Я кивал им в ответ Ага, стариков этих рог берёг Но задолго до нулевых Они брали под козырёк И река уносила их Пережили Гулаг и Вов Получили своё сполна Оставались у нищих вдов Фотографии, ордена Я не принял завет всерьёз И легко меня от химер Отвлекали игра стрекоз И шагающий водомер Мне, как всем по течению вод Тихим бразом в камыш кугу Я надеюсь, что кто-то ждёт Не моргая на берегу Всё мы понимали, но однако Надрывать себе не стали сердца Жили при задушенных поляках Жили при раздавленных венгерцах В сад ходили в шляпах И страстями Тяготясь носили эпалеты Сборники читали с повестями Гоголя съезжались на банкеты Прочих европейцев не глупее Хлынули, перенимая моду Глянуть на последний день Помпеи И явления Христа народу А британский лорд Пляшива темя В пламенных речах И через прессу Называл нас варварское племя Всякому враждебное Прогрессу Чеховское Вот облако плывёт куда-то вдаль Не ведая ни радости, ни горя Оно так не похоже на рояль Уж извините, билетриз Тригорин Осталось четверть века проскучать И в Бадвиззее крик озёрной чайки Напомнит вам, как женщины кричат Ночами на допросах в чрезвычайке Мы ещё соберёмся по-русски Как мы раньше сходились всегда И холодные будут закуски И горячая будет еда Золотые балтийские шпроты И варёные картошки развал Кто свои не досыпал Остроты Кто заветно не досказал А кому до звезды Всё, что живо В настоящем для нас И былом За того постоит Молчаливо Рюмка водки Под хлебным гламтём Не знаю, как я Не век ей прятаться в дубле Ну, ладно Как вы хорошо слушаетесь Я ещё почитаю Сон Не снились никогда И вдруг приснились Сидели на скамейке у реки И в жизнь мою Настойчиво просились И плакали, как плачут старики Всем телом сотрясались Но беззвучно Я утешал их Так заведено Мы прожили полвека Неразлучно И было нам невесело И скучно И наконец Расстаться суждено Смотрели без укора Но в печали Старались Не перечили ни в чём И деловито к берегу Причалил Предельно чуждый чаром Чёрный чёл Немедлил перевозчик бородатый Сдружившийся с неотвратимым злом Всё перекаты Пел до перекаты И кормовым орудовал веслом Отец проговорил Пойдём, нылюся И встали И пошли По мере сил Один из них Украдкой облинулся Но тотчас отвернулся Поспешил Я вдруг проснулся Ощутимый запах Реки стоял по тьмах Передо мной И старый пёс От боли в задних лапах Воскуливал негромко За стеной Я был им ближе, чем родня Я был им плотью их и кровью Всю жизнь смотрели на меня Они с надеждой и любовью Я им закатывал скандал А после думал Выход Где ж ты? Я их любви не осуждал Но не оправдывал Но не оправдывал надежды Куплю бутылку И вернусь домой Весенний дождь пойдёт За мною следом Блокадница моя И сталинградец мой Мне некого Поздравить с днём победы Вы там теперь Где льготы были б странны И пенсии с прибавкой Не нужны Мы не ветераны Мировой войны А быстротечной жизни Ветераны Мы Негодными Все Как один Оказались Ещё До зачатия Шли Отцы наши В бой На Берлин А в Кабул Наши младшие Братья Нам никто Не поставит в вину То, что Были с рождения Везучие Наши дети Смиряли Чечню Наши внуки Запомнились В буче Только в песне Для нас Как упрёк Гром брони И сверкания Стали Не теряли Ни рук мы Ни ног Да и праздник Без слёз Отмечали Библиотекарша Увезли вне от ложки Умирать одиноко В кофте цвета обложки Восьмитонного блока Врач волшебником не был На волшебников квоты Ты ушла прямо в небо Цвета собственной кофты И стояла в прощальном зале Изнемогая Тишина как в читальном Но безмерно другая Кибитка Эпиграф Мама Мне вонтили нож В левое плечо Кровь отца течёт Из раны Мама Цыганская песня Ты не плачь Цыганский ангел С дрожью В кости плечевой Пересаженный В газваген Из кибитки Кочевой Айдресари Келдерары Лавари Медваши Видно Ваши тарры Бары Стали вдруг Нехороши Мама 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 Что творится Кукла Третью ночь Не спит Мы Мама Не Нарийцы На шальмова Не санскрит Где вы Синтии Лалери И корзинщики Рома Прусы Литта У текеры Сердце Спрыгнуло С ума Не укроет И не спрячет Не найдет Родню Родня Ребятня Кричит И скачет Возле мертвого Коня Ныло Жалобно Когда-то Аполлонова Струна Басана Басан Басана Не оставит Недобитка Сгинет Мал И сгинет Стар Обустевшая Кипитка Прикатилась Бабе Яж Май 1963 Внезапно шарахнуло током Среди полудохлой недели Сегодня не будет урока Сегодня встречаем Фиделя Нас вывели К электросиле Стоим в нетерпенье Прыжками На месте В сияющем зиле Он едет Мы машем флажками Барбуда Высокого роста Под мышками Жмутся статисты А кто этот Лысый и толстый? А кто этот Толстый и лысый? Проспект Как тетрадь Разлинован Газоны Сплошная зеленка А мы Кубаси Янкин Ноу Кричим Кто визгливо Кто звонко Диктатор В оливковом френче Сверкнул Белозубом Оскалом Я помню ту радость От встречи Как долго она Иссякала Пылающей прописью В серой Не века Лыхнув Безвозвратно Растаяла В небе Над сьерра Маэстро И полоска Заката Но даже За давностью Срока Спасибо скажу Команданте Тебе За отмену Урока Тогда Нам не дали диктанта Радиослушатель Каждый вечер Под семейным кровом Начиная в двадцать два часа Раздавались в коротковолновом ящике чужие голоса Их ловили в этот час укромный Тысячи отцов по всей Руси И светился ламповый приемник Огоньком свободного такси Мой отец Вникая Спину горбил Я не спал Мне было все равно Что там голос Франк И голос Гольдберг Говорили Резко И умно Дашкаленок Я Ни словом веским И ни столкновением умов Был заворожен А свистом Треском Целый какофонией Шумов Мне отец Сказал Что к микрофону Немцы лезут В группах штурмовых Ну а наши Держат оборону И со всех стволов Пуляют в них Это все Что в сущности осталось Как из мира выдернули штырь Шум и ярость Только шум и ярость И в Рунете Фолкнер и Шекспир Повесть о рыбьем жире Кто знает что это такое? Повесть Повесть о рыбьем жире До конца О стране и о мире Говорили нам сплошь Ерунду По колению На рыбьем жире Подраставшему В детском саду А по волнам Темно и кроваво Колыхая Бычки и сигарет Китобойной Флотилии Слава Простирался Мазутовый след Гарпунеры От Хонсюх До самых Ледяных Антарктических Вод И самцов И беременных Самок Били сверх Установленных Квод После смены В походах Ледовых Принимали Под палубой душ Мастера По разделке Китовых На канатах Подвешенных Туш Доставались Местные Обрубки Стаям птиц Налетавшим Как шквал И над морем Из радиорубки Все Союз Нерушимых Звучал Не хватало В пути Бочкатары Завсегда Под рекордный Улов Но как черти В аду Жировары Шуровали У жарких Котлов Нам толкали Про север Про дикость Скал над черной Как деготь водой Мы должны были Гадкую жидкость Со слезами Глотать За едой А по смерти Великой эпохи Оказалось Что мы Лопухи Провели нас На мелкой Рыбехе И на выжимке Из Требухи Не влилось В нас Ни боли Ни злости Кашалотов Белух Горбачей И не будут В земле Наши кости Металлических Сплавов Прочней Близкие люди К моему поколению Играли ли вы В детстве Во дворе В игру Которая Называлась Играли ли вы В слона милиционера Ага И Нет Словно Мы И Рыжи Бегают Промеж Игрушек И дерут Закосы Визжащих Милиционер Ни злостальные Браслеты Зубами Щелкают В игре Галдят Сержанты В общей свалке Свободны От служебных Пут Войдешь Резиновые палки Нутра тебе Не отобьют Во мне Рождалась Эта вера Когда на жизненной Заре Слона И милиционера Мы все играли Во дворе То мент Сидел верхом На ком-то То все менялось В чехарде Давно закрылась Эта комната Одна полиция Везде Стихотворчество Когда в душе Светло и больно И недалеко До беды Слова приходят Добровольно Ты просто Ставишь их В ряды Когда шлукавых Вербуешь В душе Утаивая ложь Походишь И мобилизуешь То никуда Не поведешь Молодой поэт Стихи о смерти Брали за живое Как будто он Ранение сквозное Носил в груди В них был и звук И ритм И череда формальных Ухищрений Но смерть не знает Что такое флирт Ей подавай Серьезных отношений Стихи 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 И самокопанию Там предавались Там предавались Стихи Изменившие Стихи 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 Слезой Великого поэта Ушедшего из жизни Пять лет назад Недавно Была Эта дата Он на меня Огромное влияние Оказал чисто По-человечески В поэтическом смысле Я его учеником Не стал Не хотел В начале следующего года Выходит в Петрополисе Огромный том Его памяти Там будут и воспоминания И статьи Научные о нем И посвященные ему Какие-то стихи Этюды И меня попросили написать Воспоминания О нем И я написал 10 миниатюр Давайте мы сейчас Стихов отвлечемся И я вам прочту Они такие забавные В общем-то Потому что Человек был Необыкновенный Живой Вот И в общем Короче А потом еще немножко Почитаем Я впервые увидел Виктора Александровича Соснору В 1973 году В известном Ленинградском Литературном Объединении Голос юности Которым руководил Писатель Давид Дарх Соснору пришел в гости Почитать стихи Поговорить о поэзии Мне было 18 лет И я последовал За ним Как дитя за крысоловом Надеюсь, что мои Миниатюры воспоминания Дадут читателю Живое представление О Соснове Итак, миниатюра первая Писатели Поговорили В доме творчества Писателей В Комарова В номере у Сосноры Небольшое сборище Небольшое, но шумное Стук в дверь В комнату просовывается Голова Писателя-деревенщика Классика советской литературы Федора Абранова Виктор Александрович Вы мешаете мне работать Соснора Удивленно Вы мешаете мне жить Голова классика исчезает Соснора Убежденно Это сволочь Потом Соснора Рассказал мне Что классика Во время войны Был офицером СМЕРШ И служил как раз В том воинском соединении Которым командовал Его Сосноры Отец Миниатюра вторая Еще раз Спрос волочей Гуляем с Соснорой по фонтанке Ко мне почему-то Привязывается Песенька Навеллы Батвеевой Любви моей Ты боялся Зря Девушка из трактира Соснора А ты знаешь Это обо мне Как так? Ну мы с Навеллой Вместе оказались Летом В доме писателей В Балеевке Мне было 27 лет Я был красавица Она была урод Ну и А я на нее Внимание не обращал Потом появилась Вот это Песенька Нет Про кого? Про Соснору Рассказываю историю Керен С неподдельным возмущением Вот сволочь Револьвер и Сутана Миниатюра Третья 1983 год Я уезжаю в Прагу Соснора просит встретиться с его чешским переводчиком Людвигом Людвигом Кубиштой Передать ему письмо И какие-то милые Маленькие подарки Сидим с Людвигом и его друзьями В пражской пивной Кубишта Рассказывает За несколько дней До отъезда Виктора Из Праги Мы с ним здесь здорово выпили Я ему сказал Виктор Перед твоим отъездом Мы любое твое желание выполним Говори Что ты хочешь везти из Праги На память А он и говорит Хочу револьвер И рясу архиепископа Пражского И что же было Револьвер мы ему сразу достали А с архиепископом пришлось повозиться Сосноровский револьвер Я никогда не видел Куда-то он подевался Соснора стрелять любил Военное детство А сутану Длинную На деревянных пуговиц Помню Висела в его комнате На улице Зодчего Роси Однажды Соснора Вышел в ней с утра Выпить пиво Кларьку на фонтанке А похмеляющиеся граждане Увидев Прылата Обомлели И благовейно Пропустили без очереди Кстати я уверен Что точная Сосноровская строка Муза Мандельштама Была обмундирована В хитон без пуговиц Связана именно с этой Привезенной из Праги Сутаной Миниатюра четвертая Консультация Осень 1980 года На меня из-за литературных дел Наехал КГБ Вербуют А Соснора С кем еще посоветоваться Как назло Залег на пряжке Подлечиться Еду на пряжку У Сосноры Свободный режим Выходят ко мне Идем гулять по территории Ну как бы Да Мой друг психиатр Меня смотрел Психика у тебя Говорит Хоть молотком бей Нервишки шалят Ну так Другой образ жизни Вести надо Рассказываю ему О своих неприятностях Виктор Александрович Что делать Ну прежде всего Надо решить Хочешь ты с ними Иметь дело Или нет Нет Тогда давай Подумаем Как от них отделаться Постепенно Или сразу В 2010 году После многолетнего отсутствия В стране Приезжаю в Комарово Повидаться с Соснорой Он ждет меня Сидит перед писательской столовой На скамеечке Рядом его верная Таня Рожа у тебя Все такая же А ты помнишь Как ты приезжал ко мне На пряжку Пишу ему в блокнот Он не слышит А вы помните Почему я приезжал Нет Не помню А тут же в глазах Насмешливая исферка Вспомнил Ты был очень испуган Особенности поэтики Миниатюра пятая В 1979 году В концертном зале Ленинградской капеллы Творческий вечер Сосноры Огромная Голая сцена Сорганом Соснора выходит Несет для себя Воду в стакане Говорит в первый ряд Вот так и нужно Всегда ходить Со стаканом чистой воды В перерыве Многие уходят Демонстративно Сашка Вольберт Кузен Иосифа Бродского С презрительной Ухмылкой рта Родство с будущим Нобелевским лауреатом Очевидно позволяет Начинается Вторая часть вечера Соснора получает Записку В чем вы видите Особенности Вашей поэтики Он накидывает взглядом Публику В том, что зал Наполовину опустел Пятак на водку Миниатюра шестая После заседания Сосноровского Литобъединения В Доме культуры пищевиков Скидываемся На портвейн Соснора щедро Вносит трешку Кто-то шутит Есть апоклиф Такой Как Пушкин Переезжал в лодке Через Неву И дал перевозчику Пятак на водку А тот не пропил Сберег как реликвию Передал детям Этот Пятак потом В музее лежал Такое могло случиться С серьезным видом Отвечает Соснора Если перевозчиком Был Вяземский Соснора Соснора Королевский прием Соснора Рассказал мне О знакомстве с Анной Ахматовой В начале шестьдесятых Он жил в Комарово В Доме творчества Куда и Ахматова Перебралась Из своей Комаровской будки Соснора был ей Представлен в столовой И она Пригласила его Вечером зайти к ней В номер Почитать стихи Когда Соснора пришел Ахматова сидела За столом В черном Застегнутом На горле платье Спина прямая Подбородок Приподнят На столе четвертинка Водки И две рюмки Садитесь Соснора А он был Пластический Очень одарен Присел к столу И почти непроизвольно Скопировал ее Позу Ахматова Мгновенно расслабила Спину Опустила подбородок Вы как ребенок Вы тоже Анна Андреевна Потом они Вполне Паладе Миниатюра Восьмая Чайник На столике В банке Сверкала сгущенка Хозяин В халате Скучал по теплу Прижавшись к ноге его Как собачонка Кухонный чайник Сидел на полу Крутился Симфония Выпала осень Подумал Хозяин Как филин Седой Форточку Мыла Небесная Просень В раму окна Не сквозила Бедой И только на лестнице Слушая пенье Сирены Шипенья Холстов И слегка Уже зачарованный В это мгновенье Я дотянулся До кнопки Звонка Так в 1974 году Я описал Свой первый визит К Сосноре На улицу Зодчего Россия Он прочитав Сказал Вот видишь Как у тебя Хорошо получилось А почему Потому что предмет Высок Я дерзко ответил Что писал о чайнике И был ласково назван Мерзавцем Турецкое небо Зимний вечер В совершенно черном небе Полумесяц И всего одна звезда Идем с Соснорой С Невского К нему на Зодчего Россия Он иногда Предлагал мне игру Пройти по Невскому А потом Рассказать друг другу Что увидели И запомнили Я вспоминаю строчку Его строчку Над Ленинградом Турецкое небо Соснора вдруг Говорит Не такой уж я прекрасный И после паузы Большой или маленький Но я состоялся Впрочем Я не останусь И никто не останется Миниатюра десятая И последняя Наблюдательность Это была Одна из моих первых читок В летобъединении Сосноры В 74-м или 75-м году Я читал Раннюю любовную лирику Которую Собравшиеся в тот вечер Сосноровские зубры Принялись дружно ругать Наконец Решив за что-то И похвалить Отметили Наблюдательность Слово это Прозвучало В их Скупых похвалах Несколько раз Тут я заметил Что сидевший Напротив меня Через стол Соснора Взял титульный лист Мои рукописи Что-то черканул На нем И расписался Дома посмотрел На листе Печатными буквами Было написано Наблюдательность Только буква Ю Была заменена На Я До сих пор храню Этот редкий Автограф Мастер Ну что У вас хватит еще Силы духа Проснуть еще Несколько стихотворений Давай Хорошо Идяйте на себя Ну впрочем Чему все про войну Давайте про любовь Там где между надеждой и верой Тихо зыбился Водораздел Сизый Сельзень С уточкой Серый В камышах Неподвижно Сидел Посреди Мирового Кошмара Прибывавшего День ото дня Эта Неперелетная Пара От него Отвлекала Меня Колыхались Клювастой Химерой На ветру В водоеме Гнилом Сизый Селезень С уточкой Серый Разве что Не обнявшись Крылом И казалось Живою Приметой Мертвой осени Зимней На треть Обе птицы Скончания света Удосужиться Пересидеть Дорожа Сокровенную Связкой Вместе Кормится Рядом Плывут И чернел Затонувшую Ряской Замерзающий Медленно Брут Я тихо исчезну Из жизни Своей За пылью Суконных Кулис И станет она Эта жизнь Посветлей Проявит Какой-нибудь Смысл Ты все В ней Расставь По местам И отмой От пятен Не брезгуй Трудом Как прежде Когда возвращался Домой Я после отлучки И дом Поблескивал Стеклами Окон Витрин Готовый Принять На постой Спокойным Порядком Гордился Внутри Умиротворял Чистотой Ты призраку скажешь Сердитая Брысь Один Ковардак От него И все-таки В жизни моей А вдруг она стоит Того У тебя были длинные пальцы Артистка Не гнались за тобой Папарацци На ходу не снимали для прессы Хоть длиннее у тебя были пальцы Чем у той несчастливой принцессы Ты большой поднимала из зала Над сияющей Над сиянием Лысин Как будто Милосердие К тому призывало Кто всю жизнь дожидался Дебюта А какая была в тебе сила Колдовская Когда ты в антракте Указательным щуре скользила В неисповинной В неисповинной с Виньетками Карте Обреченный на счастье И муку Заказав себе Третий Мартини Я смотрел Как держала ты Рюмку Оттопырив Мизинец Картина Я не первый твой был Не последний Крайним Мне повезло Не остаться Ведь кому Предъявляла ты Средний Тот не смел Уж тебя Домогаться Расколечко По прихоти странной Я купил В ювелирном И каюсь Украшаем твой Безымянный А дурном Не подумал Биохарнес Тебе тогда Десять лет было Говорила она Ну и гаджеты Отвечал Что-то резкое Гад Обиход Не вошли Еще в гаджеты В коридоре Стоял аппарат Прямо в мякоть души Ему врезалась Разговор Околенная нить Телефонная трубка Повесилась Он не знал Как ее хранить Питерская Пока дошли мы до угла К поребрику Приткнулось столько Автомобилей Что их стекла Встречали взгляд Как зеркала И проходя Со мною здесь Смотрелась ты Непроизвольно То в серебристо-серый Войво То в темно-синий Мерседес Но вдруг На краткое мгновенье Как будто Из далеких дней Твое Мелькнуло Отражение В окне проезжих Жигулей О жене Моя жена Сороконожка Я с ней уже давно живу Походит по полу Немножко И выползает на траву А то И котенок Аллерген Ну вот Когда я стану тенью Мазнет по стенке Темнота Когда Наверно В утешении Ты заведешь себе кота Пускай Котяра Будет Вроде Меня Наученный Зверек Идет Направо Песнь Завод Налево Вовсе Не ходок Американский романс Кирс Цвет обоев Но пусть голубой Водянистый Как на акварелях Я люблю Просыпаться С тобой По утрам В придорожных Мотелях По душе Мне походный уклад Жизни в комнатах Не для элиты Зависали здесь Бонни и Клайд Ночевал Гумберт Гумберт с Лолитой Hit the road И в воду Концы И никто Не найдет Где начало Бесконечных Дорог Беглецы Игроки И бойцы Криминала День за днем Без путей Запасных Приближались Они К Эпилову Мы совсем Не похожи На них Но глядим Как они На дорогу Ах Дон Карлос Ты Дон Карлос Юшка На клинке Ты стыкнулся С Дон Гуаном Чтоб ему В аду Векалась Росыпь звезд Белей звездки Над тобой Порой Ночною На пустынном Перекрестке Ты лежишь Под На сне И На сне И счаст Почтальон Ворча 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 Что вместе Век Напрасно Прожит Закх В сочленениях Узор Узор В сочленениях узора стебли травы и цветы не малейшего зазора для унылой пустоты Кружат скарпи листомеска и волшебно сохранит оборвавшись робеска композицию и ритм им нужно подчиниться а осмысливать потом и глядит как ученица жизнь моя с открытым ртом Спасибо вам!